клёво всем друзья приехал я в брыньковскую второй шлюз честно здесь я не был с конца 90-х начала двухтысячных какая будет рыбка не знаю что поймает не знаю говорят сейчас поклёвывает карась по крайне неделю назад ловился поэтому попытаюсь его половить я буду с фидером буду на фидер пытаться ловить карася погнали пыль у а он Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, ситуация для меня новая и интересная. Как я говорил, в этих краях я был очень-очень давно. Локация такая, что это Приазовская часть. Каналы очень долгими путями соединены с Азовом и в них соленоватая вода. На данный момент, сейчас не знаю, насколько соленость, но бывают ситуации, когда даже сюда, в Брыньковку, доходит такой уровень солености, что рыба просто начинает дохнуть. Бывает такая, когда из моря гонят воду, нагоняют. Сейчас канал полный воды. Скорее всего, соленость минимальная. Это самый лучший вариант для рыбалки в этих краях. Но тем не менее, водоем связан с Азовом. Как, что здесь, сейчас, я не знаю. Сколько видел отчетов, ловят в основном тут на донке. Что реально можно поймать, я не знаю. Знаю, что неделю-две назад ловился хороший карась и попадался некрупный сазанчик до килограмма, до полутора. И вот у меня дилемма. Вроде бы похолодало, холодно. Сейчас плюс 3 градуса. Можно корм сделать с грунтом. У меня есть с собой немного грунта. Он сырой, мокрый, ужасный. Но проблема в том, что тогда малая вероятность поимки сазанчика. Вдруг он будет. Хотя, не знаю. Вода холодная, холодная. Спит он. Нет. Ну, это другая акватория. Здесь все по-другому. Когда-то давно, в конце 90-х, во всей этой группе, мы специально ждали, когда каналы начинают покрываться коркой льда. А каналы не глубокие. Здесь не знаю. А остальные все не глубокие. Здесь, может, и поглубже быть. Не могу сказать. И в ямках, где ямки, льда не было. И мы ездили специально в этот период ловить килограммового карася. Поэтому, что, как сейчас, честно не знаю. Поэтому я буду мутить мутное. Я буду пользоваться прикормками зимними. Начнем с этого. Во-первых, я ее взял на пробу. Никогда не пользовался. Вот такая морской червь Нереис. Сверлая прикормка. Вот это не Лиис. А вот это Лиис. Все. Сейчас чуть-чуть постоит. Доберет свое. Добавлю нужное количество водичку. И буду ловить. Пока занимаюсь удочками и точкой ловли. Работать буду двумя удилищами. Все-таки холодно. Там уже дальше по обстоятельствам. Для одного я точку нашел. Сейчас буду вторым заниматься. Акватория новая. Поэтому сначала нужно найти мне точку ловли. И понять, что за место. Какая глубина. Поэтому это легко сделать пробросами. 1, 2, 3, 4, 5. Ближе. 1, 2, 3, 4. Ближе, мельче. Ближе, мельче. Дальше. 1, 2, 3, 4. А там сразу. В камуши воскнул. 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, 6. Значит, под противоположным берегом свал. Русло. Под противоположным берегом русло. Сейчас ищу, как далеко оно начинается от камыша. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Практически сразу от камыша резкий свал. Твердое дно. Зацепы мне не нужны. Бурьон тоже. Правее чуть-чуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага. Забросил. Начинаю тащить. И грузжик легко стянулся. То есть... Оп. Ага. Тут. Паркуюсь. Стянул со свала. Я его. И как раз под ним. Под ним. Клипсуюсь. То есть я забросил. У меня груз упал. Начинаю протаскивать. То есть он легко раз и съехал по свалу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Нашел. Получается. Сразу от камыша свал. Вниз скатился. Отступил где-то полметра. И заклипсовался. Все. Работать буду двумя удилищами. Одно удилище более мощное. На него буду ставить более грубые, более крупные насадки. Вдруг сазанчик или коррупный карась. Второе более легкие. Здесь я буду уже пытаться поизящнее. Все-таки холодная вода. Заодно будет видно результат. Очень самому интересно. Так что погнали, друзья. Сначала за корм. Сразу можно работать по очереди. На одно удилище кормушка и так мощная, большая стоит. На вторую поставлю закормочную. Вот такую. Конечно, она будет тяжеловатая для него. Но несколько кормушек положим. Сильно плотно не забиваю. С точки я не стряхиваю, а свожу. Мне не нужно, чтобы там было облако пыли. Ну, чтобы без пыли снималась кормушка. Чтобы как можно меньше пылило. А больше при кормке лежало на дне. Вторую тоже самое. Стаскиваю. Потому что, если я раз подерну, там будет облако. Так, наперка и так может прийти. Но чем меньше ее придет, тем будет лучше. Так, что сюда? Одину. А сюда. А сюда. Двенадцатый на ноль, четырнадцатом. Вот такой крючок. Серии 1050. С длинным цевьем. Поменять крючки никогда не долго. Тут начну с опарыша. Три штучки. Одину. Так как говорят, кара здесь улетает. Бывает ого-го. Хотя в последнее время ловился мелкий. Ну что такое у них мелкий, я не знаю. Самому интересно. Так, не зацепиться за камыш. Пошел. Течение вдоль канала. Одна в бою. Занимаемся второй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И кто это? ПЛАТВА. Которую сейчас бы назвали ТАРАНКОЙ. Что-то есть некрупненькое. Я догадываюсь даже кто. Красноперка, ребята. Красавица. Красивая рыбка. Красивая. Ну, мне она неинтересна. На червя-поклевочка. На червячка-поклевочка. Сход мимо. Вот эти вот каналы лиманные, которые соединены с лиманами, это совершенно своя акватория. У них своя жизнь. Все по-другому. Сиди, что-то. И так, дюк-дюк-дюк-дюк-дюк. И уже сидит. И дальше не дюбает. Кто это? О, ребята, карасик. Вот он. Карасик. Небольшой, но карасик. Красавчик. Есть. Толстенький, жирненький. У него начала икра образовываться. Как я говорил, долго не было поклевки, а потом раз-раз несколько слабых тычков, и он сел. То есть карасик подошел, таранка отошла с красноперкой. На кукурузу, ребята. Ого, нифига себе. Ого-го. Во. Грамм 600, красавец. Ребят, вот такой красавчик. Грамм 600. Такой красавчик меня порадовал. Хочу еще. требую продолжения банкета. Вот это кресик класс. А тут тараночка мелкая клюет. и нафиг она мне нужна. Есть рыбка, да? Кто-то есть. Ну что, работает лучше всего червяк. карасик, красавец. Червь вне конкуренции. Можно без ничего. Пока, мне кажется, это лучшее. Из насадок пробую то-сё-сё. Я вторую смотаю удочку. Буду одну ловить. потеплело классно. Ветерок такой не ледяной, как на днях был. На днях вроде солнышка, а вот ветер просто как из в морозилке. Карасик. Сто пудов карасик. Хухухухух. Ой, хорошенький. Красавец. Холодный. Как из морозилки. Зараза. Рыба на точке есть. Пробую разные варианты. Насадок ноль. Хорошо. Сейчас ещё кое-что сделаю, ребятки. Укорачиваю до минимума фидергам. Вообще несколько сантиметров его сделаю. Всё. такой. Сантиметр 3-4 фидергам. 14 на 0,14 поставлю. Хотя нужно вообще 0,1 ставить. И укорочу его до 15 сантиметров. Рыба есть, а не берёт. Кто там, не могу понять, возможно, карпик. Просто не удивлюсь, там ходит карпик, а вот эти насадки он брать не хочет почему-то. Вереникарпик, сазанчик. Сазанчик, дикий сазан. Так, поводок сантиметров 12 делаю. Здесь уменьшил, крючок уменьшил. Единственное, что толщина 0,14 неплохо было бы сделать меньшину. 0,1 не знаю, есть с собой или нет. Всё, вот, смотрите, ребят, что сейчас замутил. Короткий фидергам, короткий поводок и червячок. Сейчас также перебираем на садки. А вдруг что-то сработает. Здесь есть что-то есть. какой-то бойкий. Ой-ой-ой-ой. Вот это боец. Ой, какой классный. Как положено. Занись губы. продолжаем пробовать. Продолжаю. Так, большой кусок червя. Раз. Плотненько кормушечку и стряхнуть с неё. И поводок. Мотылика. Какая резкая покрепка была. Сюда же как положено. Чехол приседит. Всё как положено, ребят. Ух, 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 ух. Какой бойкий. Что-то будет хороший. Ребят, это хороший. Да, вообще шикарный. Вообще офигительно. Поводок 0,12 крючок 14 два мотылика и вот такой лапоть. Ну что ребята рыбка есть поймал три десятка хвостов для последних дней октября думаю отлично большую часть рыбалки занимался экспериментами. Проверял разные варианты насадок лимповодков всё экспериментировал. Была такая ситуация в толще воды стояла тарань мелкая от пальца до ладошки в огромном количестве как у клейка стоит в толще воды. Периодически подходили сазанчики в основном размере ладошки больше десятки я их выпустил просто одного килушного поймал остальные все клевали с ладошку плюс-минус именно сазанчики обычные дикие значит была ситуация если заходит сазанчик он почему-то насадки брал плохо очень долго теребил кормушку кивертип ходил ходуном было несколько перезабросов без поклевки вот если я видел что кивертип ходит ходуном нету поклевок это подошел сазанчик если при забросе когда падает кормушка тарань долбит до самого дна это рыбы другой нету кроме тарань если тарань сверху сазанчика нету то жди поклевки карася результатом успеха стала правильно подобранная прикормка и зимний вариант рыбалки это когда короткий поводок поводок 10-15 сантиметров максимум то есть рыба была валом она не сильно активная она становилась прямо на кормушку и с нее выбирала вкуснятинки и вот рядом с кормушкой должен был поводок работали лучше всего два варианта насадки это мотыль и червь опарыш кукуруза плохо с утра еще всякие комбинации работали потом к обеду рыба стала вообще пассивной при уважении даже толком не сопротивлялась но вот таким вот образом коротенький поводок коротенький максимально короткий поводок не толще 14-го и крючок не больше 12-го но легенький и тогда все нормально хорошая мощная поклевка и карасик идет на жареху ребят надеюсь вам все понравилось ставьте лайк подписывайтесь жмите колокольчик чтобы не пропустить видео до новых встреч